Обновлённые серии звуковых карт, как я это люблю! Друзья, у нас с вами сегодня двойной обзор сразу на два аудиоинтерфейса. Это старший братик Presonus 26C и младшая сестричка 24C. Всем привет! Вы находитесь на канале Давай Запишем, где мы с вами говорим о Pro Audio. Чем же отличается обновлённая версия? Нет, друзья, вы не угадали. Она не отличается ничем, ну кроме такого элегантного и политкорректного чёрного цвета. Хотя на 26-ой карточке всё же есть небольшое отличие. Оно находится у нас сзади, здесь мы имеем USB Type-C вместо Type-B, который, собственно, можно сказать, уже стал стандартом. Я имею в виду Type-C. Теперь немножко о том, какие возможности у нас появляются при покупке той или иной карты. 26-ая и 24-ая версия позволяет нам записывать два канала одновременно. Тут есть комбо-входы с микрофонными преампами, можно писать микрофоны, можно писать инструменты, можно заводить что-нибудь в линию, если это вам нужно. Отличие главное между ними, наверное, всё-таки по выходу. На 26-ой мы имеем две пары независимых выходов, и на 24-ой разъёмами такими мы имеем одну пару. С помощью провода Type-C на Type-C мы подключили карту к компьютеру. И теперь пишем весь звук на неё, собственно, с помощью её преампов, и пользуемся нашим AC-T2 конденсаторным микрофоном. Почему я, кстати, сказал именно, что Type-C на Type-C? Потому что в комплекте идёт сразу два провода. Первый обычный Type-C на Type-C, второй Type-C на Type-A, если у вас Type-C в компьютере нет. Довольно удобно. В принципе, сейчас вся запись дальше в ролике будет идти на 24-ую карту. Почему мы пишем на 24-ую, а не на 26-ую? В принципе, различий между ними никаких нет, кроме преампов. 26-ая выдаёт на 20 децибел больше, чем 24. 24 выдаёт 50 децибел, 26-ая выдаёт 70 децибел. Поэтому для чистоты эксперимента мы решили записать на 24-ую, потому что на 26-ую у вас в любом случае будет лучше звук. Давайте посмотрим по-быстрому, что у них вообще есть по внешнему виду. Как я уже сказал, это по два комбо входа для каждой карты. Также у нас есть все необходимые индикации для удобной работы. По управлению всё вполне стандартно. Усиление первого-второго канала, усиление для наушников и, конечно же, громкость для мониторов. На 24-ой карте мы с вами имеем регулировку для задачи соотношения баланса вот этого при мониторинга с нулевой задержкой. Звука, который приходит к вам в карту, например, с микрофона, к звуку, который звучит у вас в компьютере. На 26-ой карте этой регулировки нет, и на самом деле это довольно странно для меня. Но вместо неё там появилась кнопочка, на которой написано MON. Она активирует тот же самый мониторинг без какой-либо задержки. Задняя сторона будет интересна нам миди-интерфейсом. Вход и выход под миди присутствуют и на 26-ой, и на 24-ой карте. Ну и, конечно же, выход под наушники на задней стороне. Ну, собственно, прессонус никогда не меняется. Если возвращаться к различиям и говорить о них подробнее, то на 26-ой версии у нас появились, как я уже сказал, кнопочки. Значит, нас интересует AB и кнопка, на которой написано MON. А B это такая фишка, она скорее диджейская, наверное, для сравнения двух разных источников, треков и так далее на тихом контроле, то есть в наушниках. Нажимая эту кнопку, вы можете попеременно переключаться между двумя треками, ну например, которые сводите в том же тракторе. Это действительно очень круто, и это должно упростить жизнь диск-жокеем. Пойдём дальше. Кнопочка MON. Она относится к мониторингу. Здесь как раз она активирует этот мониторинг без какой-либо задержки. Опять же, вот для меня вопрос, почему нету крутилки соотношения? Странно, но вот как-то так. По традиции, давайте разберёмся с драйверами. Подключим одну из карт. Ну, собственно, 24-ая у нас уже подключена. Зайдём в рабочую станцию и посмотрим, ну, на драйвер, на задержку и на всякое разное, что для нас приготовят этот аудиоинтерфейс. Чтобы начать работать с аудиоинтерфейсом от Presonus, заходим на их официальный сайт и скачиваем Universal Control. Это универсальная контрольная панель, которая подходит к большинству их звуковых карт. Устанавливаем, перезагружаем, и у нас должен вот такой появиться драйвер, который, собственно, нам и нужен. Давайте посмотрим на роутинг. Ничего экстраординарного. Входы, выходы, по два. И там, и там. Так, теперь на контрольную панель. Я её заранее открыл. Вот так она выглядит. Здесь можно сменить частоту дискретизации, здесь можно задать синхронизацию цифровую, если это нужно. Здесь можно изменить размер буфера. Сейчас он у нас максимальный. И есть функция loopback, она же закольцовка, чтобы можно было выводить либо в эфир, либо на запись вашего видео. Звук того, что у вас происходит на компьютере, это может быть довольно полезным. Сейчас давайте сделаем небольшую остановку и посмотрим на задержку, которая возникает при различных значениях буфера. Возьмём небольшую паузу, позаём в нашу студию гитариста и что-нибудь с ним запишем. Ну а в этом нам будет помогать, конечно же, функция нулевой задержки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А завершить наш сегодняшний ролик я вам предлагаю вокальным демо. Давайте позовём вокалиста и попросим его нам помочь с тестом преампов этой карты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сладко, я к тебе тянулся сладко, как в далёком чистом детстве быть хотел самим собою. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА От любви спасаться бегством Разве это разземной? Боль и взрыв И небо пополам назад И я кричу, тебе прошло Но сердце шепчет, нет, нет Небо забираю с собой Где бы ни был без тебя и с тобой Только знай, что нет пути дороги назад Никто не ответит, кто вновь виноват Небо забираю с собой Где бы ни был без тебя и с тобой Только знай, что нет пути дороги назад Никто не ответит, кто из нас виноват В итоге, даже несмотря на смену цвета кожи, Прессонус всё остался тем же самым Прессонусом с дурацким выходом под наушники сзади. Ну а если серьёзно, друзья, вполне себе неплохие карты для работы как дома, так и на выезде. У 26 карты есть несколько выходов, это может помочь с какими-то подкладами, если вы работаете на живых мероприятиях и хотите как-то добавить сока в свои живые аранжировки. Напоминаю, что по преампам здесь мы имеем 50, точнее здесь мы имеем 50, а здесь мы имеем 70, что в принципе вполне неплохо. Усилители для наушников также... ну как бы это Прессонус. Тут я думаю, излишне будут какие-то разглагольствования, а я на этом прощаюсь. Напишите в комментарии, как вам эти аудиоинтерфейсы, поставьте лайк, если понравилось сегодняшнее видео, подписывайтесь на канал и следите за обновлениями на нашем канале. Давай запишем, впереди много нового, интересного и, конечно же, про аудио. Всем пока! Всё нормально, только что-то сильно 24C коробка плавает, там трясётся. Ну она прям... да. Так качалась. Почему она качается? Что с ней? Ну она сама такая... она плохо просто стоит там. Может вот так их положить? Ну так не крайне... ну давай, ладно. Да.